МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ожидании гриппа. Как Пермь готовится к эпидемии? Зарплата каждую неделю. Не спешите радоваться. Встречи на Рождество. Новые традиции. Первый официальный рабочий день для многих сегодня начался одинаково. Автомобилисты синхронно откапывали свои машины, а пешеходы дружно перепрыгивали огромные сугробы. И кого бы вы думали, мы отправили на этот сюжет. Конечно же, Максима Суханова. Первый рабочий день после праздников начался для пермяков зимнего сюрприза. Буквально за сутки выпало несколько миллиметров осадков. Автомобили превратились в снеговиков. Чтобы их откопать, в лучшем случае необходимо четверть часа. Но отдохнувшие водители на капризы погоды смотрят с пониманием. Зима все-таки. Привода нет плохой погоды. Трудно с этим не согласиться. Только вот при такой погоде начинают волновать всех извечный вопрос. А почему не чистят? Дворы опять в снегу. Дорог в этих самих дворах нет. Одна колея. То есть, почистить машину от снега – это полбеды. Надо еще выехать. Если у управляющей компании нет контроля, то они ничего делать-то не будут. Ничего никого бояться. Ну, штрафуют-то в личный раз. Разговоры о кто виноват и что делать начинаются сразу, как только выпадает снег. Жильцов понять можно. Заехав во дворы лишь в Мотовелихинском районе, кроме как снежного коллапса, больше ничего и не увидели. Во дворе дома номер 113 по улице Уральской, по словам жителей, работает только один дворник. Очевидно, что он не справляется с уборкой снега. Почищен участок только в 20 метров. Дальше, а дальше сугробы. А дальше поехали в город. Посмотреть на дороги. Ничего хорошего не ожидая. На пересечении улиц Максима Горького и Луначарского посреди проезжей части вырос сугроб. На Комсомольском проспекте дороги почистили. Но из-за обильного снегопада буквально тотчас снова начала образовываться снежная каша. Судя по загруженности на наших пермских улицах, транспортного коллапса не наблюдается. Видимо, еще далеко не все откопали свои машины после новогодних праздников. Но то ли еще будет. К выходным обещают более сильный снегопад. В следующий понедельник может случиться повторение предновогодней ситуации. А привыкать к десятибальным пробкам уж очень не хочется. Максим Суханов, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». Погода нынче даже меня удивила. Давно не помню, чтобы с ноля до под минус 30. А сейчас вот опять оттепели снегопады. Чего же ждать, мы спросили у метеорологов. Первая декада января для пермяков стала, если не испытанием, то сюрпризом. Это точно. Сначала достаточно теплая погода в новогоднюю ночь, а затем резкое похолодание до 30 градусов во время проведения эстафеты Олимпийского огня. Сейчас же все засыпало снегом, и даже ледовый городок на городской эспланаде не работает. К чему готовиться дальше, мы спросили у метеорологов. В ближайшую неделю, то есть примерно до середины, до начала следующей недели, резких скачков температуры не ожидается. Она будет находиться примерно в пределах от минус 2 до минус 7 градусов. Это градусов на 10 выше нормы. Но температура будет более-менее стабильной. Другими словами, стоит ждать приблизительно такой же погоды, как в первые новогодние дни, когда Пермский край находился под действием теплых атлантических циклонов, говорит Николай Калинин. Резкое же похолодание 3 и 4 января было обусловлено так называемым ультраполярным вторжением. Холодный арктический воздух дыхнул немножко на нас, но он не затронул европейскую территорию России, поэтому там было достаточно тепло. Но вот на Урале все-таки холод образовался, организовался. Но сейчас он отступил, понятно, опять же под действием атлантических циклонов. Эти циклоны принесут большое количество осадков. В ближайшие дни ожидается увеличение снежного покрова на 10-15 сантиметров. Ритя Сбарауско с Максим Фофанов, телекомпания «Ветта». А вот преступники ни снегопадов, ни морозов не боятся. За праздники в Перми совершено более 6 тысяч преступлений. Рустам Багизов смог узнать некоторые подробности. Шесть особо тяжких преступлений за новогодние праздники. Три убийства в ночь с 31 на 1, еще одно 4 января. Все на бытовом уровне. Алкоголь, ссора и убийства. Итоговая статистика Следственного комитета удивляет и самих сыщиков. Обычно, как они говорят, работать приходится больше. Можно сказать, что эти праздники прошли спокойно. Если у нас в среднем в будние дни совершается 5-7 таких особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, как то убийство, умышленное причине тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, то вот в эти 8 дней праздничных было совершено 6 таких преступлений. Сейчас все подозреваемые задержаны сотрудниками Краевого следственного комитета. Возбуждено 6 уголовных дел. В Верещагина и Губахе, Пермском, Нытвинском, Куединском районах края, а также в Орджоникидзовском районе Перми. Самыми напряженными новогодние праздники оказались для пермской полиции. Новогоднюю ночь только здесь, на Эспланаде, на народных гуляниях, дежурили более 100 сотрудников МВД. А во время эстафеты Олимпийского огня 4 января вывели почти весь личный состав. А это около 5000 представителей правопорядка. Из-за праздничных мероприятий, а их с 1 по 8 число было больше сотни, полицейским не удалось добиться стопроцентной раскрываемости. В течение недели в городе зарегистрировано более 6000 преступлений. Эта цифра примерно равна прошлогодней. Наблюдается у нас снижение количества таких преступлений, как убийств, УПТВЗ практически в два раза. Ну, кражи остались на том же уровне, как в прошлом году. Но раскрываемость краз повысилась на 13%. Несмотря на закончившиеся каникулы, пермская полиция продолжает работать в усиленном режиме, который ввели после теракта в Волгограде. Это означает, что ежедневно на территории города несет службу половина личного состава Пермского гарнизона МВД. Рустам Багизов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. Эпидемия гриппа откладывается, правда, ненадолго, что, конечно, плохо. Хотелось бы не болеть, но когда вдруг все чихают и кашляют, трудно противостоять инфекции. Как только закончились новогодние каникулы, специалисты Роспотребнадзора заявили о том, что нам стоит готовиться к эпидемии гриппа. Пермяки, как мы выяснили, на этот счет пока особо не переживают. Спортом надо заниматься, мне кажется, и все, и нормально все будет. Чеснок, малина, чай с малиной, мед, молоко. Ну, думаю, да, хорошо помогает. Надо закаляться, укреплять здоровье. Чеснок есть. Более 700 тысяч жителей края решили надеяться не только на малину, мед, закаливание, но и поставили прививку от гриппа. Эпидемия гриппа ожидается по предварительным прогнозам такая же примерно, как и в прошлом году. То есть мы считаем, что ее интенсивность не будет существенно отличаться от предыдущей эпидемии. Ориентировочно мы ожидаем пик эпидемии в середине февраля, начале марта. За новогодние праздники уровень заболеваемости гриппом был стабильным, и в ближайшее время эпидемии не предвидится. Сегодня в Пермском крае за прошедший год в среднем переболела гриппом и ОРВИ более 750 тысяч взрослых и более 500 тысяч детей до 14 лет. Такие же цифры специалисты прогнозируют и в этом году. Делиться против гриппа еще можно, то есть не поздно в связи с тем, что заболеваемость гриппом ОРВИ находится ниже порогового уровня. А пока врачи рекомендуют избегать контактов с заболевшими, не переохлаждаться и одеваться, соответственно, погоде. И ни в коем случае не переносить болезнь на ногах. Руслан Пепеляев, Ярослав Алакин, делекомпания «Ветта». Госдума решила начать Новый год ударно. В ближайшее время народные избранники рассмотрят весьма спорный законопроект. И вроде бы все правильно, но это только на первый взгляд. Авторы документа заявляют, что законопроект разработан с учетом мнения профсоюзных организаций, только в 2011 году суммарная задолженность компаний за исключением субъектов малого предпринимательства по заработной плате составила 2 миллиарда 389 миллионов рублей. И одним из эффективных методов предотвращения невыплат зарплаты россиянам может стать законодательное увеличение периодичности выплат заработной платы. Уверены парламентарии. А вот что об этом думают пермяки. Ну, это достаточно сложно для предпринимателей, для организации. Поэтому я отрицательно отношусь. Мы уже так привыкли просто, и поэтому и каждую неделю маленькими суммами будет зарплата. То есть очень сложно, допустим, что-то как-то скорректировать. Может быть, это и хорошо, как бы рассчитать свои все траты. Что-то прикину, сколько у тебя в эту неделю, да сколько, следующее. Не надо себя еще в чем-то сдерживать. А, допустим, вот квартплата, да, идет там, следующие какие-то платежи идут. То есть вот по порядку все это выплачивать, мне кажется, удобно. Но я бы не хотела каждую неделю получать. Быстрее будут тратиться деньги. Ставить старое. Было бы, ну, неудобнее, чтобы денежка какая-то подкопилась, и куда-то ее направить. То есть у нас два раза в месяц зарплата выплачивается. Мне этого достаточно. Для меня раз в неделю это будет, ну, наверное, слишком часто. Многое будет зависеть и от того, в какой форме будет принят закон. Если данный законопроект предполагает еженедельную вытолкнуто заработной платы в виде авансовых платежей, а окончательный расчет с работником будет, как и сейчас, производиться по окончании месяца, то у работодателей, которые добросовестно исполняют свои обязательства в этой части, особых трудностей в реализации данной нормы не возникнет. Если же законодатели решат, что по итогам каждой недели необходимо будет производить полный расчет с работниками с исчислением и уплатой всех предусмотренных налогов и взносов, то дополнительных трудностей бухгалтерским кадровым службам не избежать. Вот для принятия такого закона организациям необходимо будет пересматривать систему оплаты труда и оптимирования. В своем законопроекте депутаты предлагают изменить соответствующую статью кодекса и производить выплаты не реже, чем каждую неделю месяца. Впрочем, возможно, более правильным было бы просто выправить ситуацию с контролем выплаты зарплат, восстановленной Трудовым кодексом сроки, без повышения нагрузок на малый и средний бизнес. Андрей Вылежнев, Руслан Пепеляев, телекомпания «Ветта». Событие, которое не обсуждал, но разве что ленивый, это эстафета Олимпийского огня, которая запомнится всем по-разному. Но тот, кто бежал с факелом, наверное, действительно испытывал чувство гордости за страну. И вот как это было. Три, два, один! Старт Олимпийскому огню! Несмотря на трескучий мороз, эстафета Олимпийского огня началась вовремя. Ровно в 10 часов утра 4 января был дан старт. Первым факелоносцем стал исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Кущенко. 200 метров получились по-настоящему олимпийскими. Как будто ты на Олимпиаде. Вот честное слово, такая ответственность большая. Я три дня тренировался, чтобы там не запнуться, упасть, форму набрать. То есть это все очень ответственно для меня, например, точно. Титулованные спортсмены, именитые пермские артисты, педагоги, политики пронесли по пермским улицам олимпийский факел. Глава перми Игорь Сапко принял эстафету на шоссе космонавтов. Как сказал мэр, все это для популяризации массового спорта, да и просто здорового образа жизни. Это большое международное событие. Конечно, я уверен, что тысячи большишек и девчонок приобщаться к спорту, будут заниматься физкультурой. Самое главное – вести здоровый образ жизни. Тысячи пермяков вышли на улицы, чтобы увидеть это красочное действие. Огонь пронесли по всем центральным улицам. В общей сложности 47 километров. В 9 часов вечера на эспланаде завершающим этапом стал забег губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Торжественная часть на сцене – городская олимпийская чаша. Хоть и ненадолго, но все же официально Пермь стала столицей 22-х зимних олимпийских игр. Даже не передать это чувство, оно сохранится, по-моему, на всю жизнь оставшуюся. Хотел бы, чтобы это действительно, вот этот праздник, он был самым радостным в этом году для жителей Пермского края. 233 человека удостоились чести пронести факел по улицам нашего города. Около 60 тысяч километров. Именно такое расстояние преодолеет олимпийский огонь по всей стране. Большая часть уже пройдена. Последний город Краснодар примет олимпийский огонь 4 февраля. Максим Суханов, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». То, что факелоносцев отбирали задолго до события, это известно. Но мало кто знает, что место в эстафете олимпийского огня можно было выиграть. И вот как. Леонид Петелев одержал свою первую крупную победу в жизни. Он стал участником эстафеты олимпийского огня в Перми. Друзья и сокурсники, теперь только зрители, а он факелоносец. Будущий спасатель одним из первых отправил заявку на сайт «Кока-Кола», чтобы стать участником эстафеты. В письме молодой человек рассказал о своем отношении к спорту и здоровому образу жизни. Теперь он здесь. Узнал я летом, в августе, гулял с девушкой со своей. Позвонили, я вообще в шоке был. На самом деле я не ожидал, что выиграю, но голосов у меня было совсем мало, в отличие от других, там у некоторых по 44 тысячи. У меня всего было даже меньше тысячи голосов. Я не знаю, как так получилось, но я выиграл. В принципе, выиграть мог каждый. Действительно, ничего сложного не требовалось. Нужно было принять участие в конкурсе представляющего партнера эстафеты «Кока-Кола Россия» «Пронеси олимпийский огонь, вливайся» и рассказать свою историю. Главные условия – здоровый и активный образ жизни, стремление изменить жизнь людей вокруг себя к лучшему. Кроме количества голосов, учитывалось и мнение независимого жюри. Так в Приволжском федеральном округе лучшей историей выбирал Алексей Немов. Очень волнуюсь, предстоит очень важный момент. Волнительно так. Будет все супер с «Кока-Кола». Незаметно пролетело время на маршруте от Театра Театра до улицы Борчанинова. Еще минута, и уже следующий участник бежит дальше, чтобы передать огонь другим факелоносцам. Переде Олимпийские игры, время возможностей и новых достижений. Станислав Шубин, Ритис Бараускас, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта». И Новый год, и Рождество большинство людей встречали дома. Но есть и те, кто использовал праздники как возможность пообщаться с соседями. Отличился микрорайон Владимирский. Для тех, кто в рождественские каникулы смотрел с детьми сказки у телеэкрана, этот кадр покажется знакомым. В микрорайоне Владимирский артисты будто из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». На самом деле это местные фольклористы. Торопятся на сцену, обещают спеть не только «Ой, мороз, мороз», но и много других народных песен. Хотелось бы, чтобы люди помнили свои русские традиции, отмечали праздники все вместе. Рождество! Парк, где проходят рождественские встречи, можно сказать, географический центр микрорайона Владимирский. Это когда-то здесь был пустырь, а теперь самое подходящее место для подобных гуляний. Нынче вы видите, и парк есть, и уже ледовый каток есть, и елка новогодняя есть. Я думаю, что это прекрасный подарок от администрации города и депутатского корпуса, микрорайона Владимирский. Это, думаю, будет центром притяжения всех наших мероприятий, которые мы здесь проводим. Вот так, немного покатавшись, кто-то прямо на коньках приходит посмотреть на артистов. В этом празднике всем хочется принять участие, и взрослым. Очень много песен, красивых танцев, детские коллективы участвуют, участвуют в всех конкурсах. Очень, очень нравится. И детям, которые выступают на сцене. Какую оценку бы себя поставили? Пять. Сто плюсов. Сто плюсов. Игры по техе не позволяют замерзнуть. Ну а те, кто проявил себя и лучше всех водил хороводы, получают подарки. Рождественские встречи в этом сквере проводят уже второй год подряд. А это значит, появилась еще одна традиция. Во Владимирском Рождество отмечают по-добрососедски. Всем микрорайонам. Анастасия Птыхова, Дмитрий Милкомуков, телекомпания «Ветта». Мечта шопоголика. Как пермики Новый год встречали. Какие книги не стыдно поставить на полку и к чему готовятся тем, кто держит валюту на руках. Об этом завтра в Утреннем Вестнике. Успевайте посмотреть. Ну а сразу после вечернего Вестника прогноз погоды. На завтра и Максим Суханов с инспекцией пермских дорог. Оставайтесь с нами и приятного вам вечера. Завтра в Перми от 0 до минус 2 градусов. Облачно, снег. Атмосферное давление ниже нормы. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду.